Города и районы суверенного Таджикистана в праздничном убранстве. Остались считанные дни до празднования Дня государственной независимости страны. Жители с большим воодушевлением и новыми трудовыми свершениями готовятся к встрече этого знаменательного события. Однако не во всех уголках столицы ответственные лица и организации успевают провести мероприятие по благоустройству. На помощь пришел Евразийский банк развития. Проведение очередного экологического патруля со стороны Евразийского банка развития стало уже доброй традицией. Вот и в этот раз мероприятия по благоустройству и очистке территории вдоль реки Варзок приняли участие и млад, и стар. Каждый старался внести свою лепту в созидательный процесс. По словам организаторов акции, цель экопатруля Евразийского банка развития направлена на оказание содействия в охране окружающей среды и повторимой природы удивительно прекрасной страны Таджикистан в сохранении и возрождении богатого культурно-исторического наследия не только таджийского народа, но и других народов, стран, содружества независимых государств, в которых этот всемирно известный и влиятельный банк имеет свои филиалы и представительства. В нынешнем году акция пройдет в семи городах государств участников банка – Валматы, Астане, Тушамбе, Ереване, Минске, Москве, Санкт-Петербурге. В каждом из них участники экопатруля займутся уборкой мусора и отходов на территории одного из самых достопримечательных мест. В некоторых представительствах участники проведут мероприятия по озеленению и посадке саженцев различных пород деревьев, а также кустарников и цветников. Подобная акция стала традицией нашего банка. И она проводится не только у нас в Таджикистане, но и в других странах участников нашего банка. Такие как Россия, Казахстан, Киргизстан, Армения, Беларусь. Эта акция будет проводиться ежегодно, и мы готовы внести свой вклад в развитие нашей республики. Как и планировалось изначально, экопатруль стал масштабным как в плане расширения географии, так и в участии в нем представители всех слоев общества. Так, в нынешнем мероприятии приняли участие наряду с руководствами и сотрудниками банка представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе, средств массовой информации, дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане, местные жители, преподаватели вузов, школьники и студенты. Мне кажется, та акция, которую сегодня инициировал Евразийский банк развития совместно с районными и городскими властями города Душанбе, очень важна, очень нужна. В конце концов, мы все живем в этом городе, и мы хотим, чтобы он был чистый, был удобный для всех нас, для жизни всех горожан. Поэтому думать, что такие акции можно только приветствовать, и надеемся, что в следующем году мы также сможем в ней принять участие. Действительно, такие акции нужны городу, они помогают ему очиститься, и заметно, что люди все-таки проявляют интерес к этому делу. Для Душанбинцев это замечательная акция, которую проводит Евразийский банк развития. И приятно также отметить, что вот эти акции, они проходят, но вместе с тем Таджикистан очень сильно развивается. Особенно последние 2-3 года. Это и строительство гидроэлектростанции, малых ГЭС, это и строительство всевозможных крупных объектов. Прежде всего, это строительство национальной библиотеки, которая была сдана. Это строительство национального музея. Насколько я знаю, сейчас будет строиться новый театр оперы и балета. То есть, это те вещи, которые действительно нужны людям. И вот это развитие, которое происходит за короткий промежуток времени, оно радует, действительно радует. И радует то, что Евразийский банк развития в этом всем тоже оказывает свою помощь Таджикистану. Экопатруль – это пробуждение в людях любви и уважения к родной земле. Это благое дело, направленное на бережное отношение к природе. Это улучшение экологической ситуации родного края. Прежде всего, мы благодарны Евразийскому банку развития за этот добрый почин. Мы, жители столичного жилого квартала «Шафак» от Мала до Велика, поддержали эту инициативу и активно приняли участие в мероприятии по благоустройству. Если бы доброе дело этого банка подхватили бы и другие финансовые организации, то, безусловно, наши города стали бы еще краше и благоустроеннее. Специалисты Дорожно-эсплуатационного управления столичного района Исмуили-Сумуни также приняли участие в этой акции. Мы задействовали мусороуборочную и другую дорожно-эсплуатационную технику. В завершении состоялась церемония вручения участникам акции сертификатов Евразийского банка развития за активное участие в мероприятии «Экологический патруль». Надо сказать, что Евразийский банк развития является финансовой организацией, которая учреждена Россией и Казахстаном еще в 2008 году. За короткий промежуток времени этот банк стал одним из влиятельных и престижных банков не только в странах СНГ, Европы и Азии, но и в мире. Евразийский банк развития вносит достойный вклад в развитие рыночной экономики государств, участников, в их устойчивый экономический рост и расширение взаимных торгово-экономических отношений. Государственными участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан. В Республике Таджикистан благодаря финансированию этого банка реализуются жизненно важные для страны стратегические проекты, а это, в свою очередь, способствует повышению жизненного уровня и благосостояния народа. Продолжение следует...